МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И тогда отец Иосифа и его братья с семьями переселились в Египет. Этими словами Гифт закончил увлекательный рассказ. «Откуда ты все это знаешь?» – спросил его Джошуа. Никогда прежде он не слышал историю об Иосифе и его братьях. «Это история из Библии», – ответил Гифт, улыбаясь. «Ты можешь пойти со мной на программу, которую проводит группа адвентийской молодежи, и услышать много таких историй». Гифт жил на территории университета Бэбкок, а дом Джошуа находился по соседству. Мальчик был просто поражен тем, как много увлекательных рассказов знал его друг, и ему захотелось самому их услышать. «Через несколько дней у нас будет проходить каникулярная библейская школа. Там будет очень интересно», – сказал Гифт. «Хочешь пойти?» Джошуа начал посещать программу. Больше всего ему нравилось играть в футбол. Каждая игра начиналась с молитвы и библейской истории. Некоторых детей мальчик знал до того, как стал приходить на занятия, а его новые знакомые были так вежливы и внимательны по отношению к Джошуа, что он не чувствовал никакой неловкости. Джошуа молился о программе, и его желание посещать каникулярную школу крепло с каждым днем. Гифт был прав. Джошуа не только услышал невероятные истории из Библии, но также выучил прекрасные песни о Боге, научился делать разные интересные поделки и обрел новых друзей. Но самое главное, Джошуа понял, что Иисус его любит. Кабыша подходила к концу, и Джошуа принял решение стать членом адвентийской церкви. Год назад он принял крещение. Теперь мальчик желает поделиться своей верой с друзьями, точно так же, как в свое время это сделал гифт. Джошуа хочет, чтобы люди узнали о субботе и о скором пришествии Иисуса. В этом году он пригласил на Кабыша своего двоюродного брата Кваюма и его друга Фейвора. И они не пропустили ни одного занятия. Им очень нравились истории из Библии, поделки и занятия спортом, которые укрепляли их здоровье. До того, как Кваюм и Фейвор начали посещать Кабыша, они никогда не слышали об Иисусе, а сейчас дети знают, что он любит их и заботится о них. Кваюм не христианин, но его родители разрешают ему посещать церковь вместе с Джошуа. Большинству друзей Джошуа не нравится то, что он стал верующим. Они не хотят с ним общаться, не хотят слышать об Иисусе, и мальчику от этого очень больно. Но он не отчаивается и старается хорошо к ним относиться и проявлять терпение, показывая этим свою веру. Джошуа очень рад, что родители его поддерживают. Мама мальчика разрешила ему присоединиться к церкви, и она счастлива, что ее сын принял такое решение в своей жизни. Некоторые дети, которым Джошуа рассказал про Бога, тоже хотят прийти в церковь, и мальчика это очень радует. Молодежные программы, которые проводятся с инициативой студентов университета БЭПКОК, оказывают существенное влияние на жителей города. Посещая такие мероприятия, дети, которые не ходят в церковь, получают возможность узнать о Боге. Однажды такая программа полностью изменила жизнь Джошуа, и теперь он хочет, чтобы и жизнь других людей изменилась к лучшему. Ему нравится помогать ближним, особенно пожилым людям, проявляя уважение и внимание так, как это сделал бы Иисус. Кабыша изменила жизнь Джошуа, он очень счастлив от того, что Иисус любит его. Раньше мальчик старался решить все проблемы своими силами, но теперь он научился отдавать все свои заботы и переживания Христу. Иисус помогает ему быть сильным, Господь даровал ему свободу.